Ну что ж, я опять тут. Уже давно, насколько я понимаю, около, может быть, недели, может быть, двух, не было обзоров на модельки от Black Rush. Как же так? То есть, они были когда-то там давно, когда я, вот, в общем-то, не сотрудничал с Black Rush, а сейчас их нету. Почему? Объясняйся, рассказывай, что привело тебя к этому. Неужели тебя подкупили? И ты уже, знаешь ли, не можешь плохо отзываться о модельках на Black Rush. Я не знаю, вроде как, такого правила в правилах нету, что нельзя плохо отзываться о модельках на Black Rush. Может быть, после моих видеороликов такое правило появится, поэтому все будущие и настоящие ютуберы, если нечто подобное случится, то, знаете, скорее всего, это из-за меня. Такое тупое правило. Ну, что ж, поделать, бывает иногда такое, да. Основатель Black Rush на своей странице показал разработку новой модельки кроссовера Audi Q7. Готовы покорять вершинные игровые карты на новеньком авто. И, знаете, в чем дело? То есть, все было бы ничего. Live Mobile, там вот это вот, они даже вроде как не ошиблись во всех этих предложениях, что редкость, на самом деле, для них. Поэтому, в общем-то, вы молодцы. Хотя, может быть, сейчас я все это прочитал, не заметил, и просто перечитывать я все это не буду. А потом на монтаже я замечу, что в чем-то они все-таки до ошиблись. Может быть, Ромка Злобин смотрит мои видео, все-таки подписался после моего совета и начал, в общем-то, нормально писать все вот эти вот рекламные посты. Потому что этот пост, он так же, как вы можете понять, рекламный. Потому что тут тегнута Black Rush. И, разумеется, это не может не радовать. Ну, типа, прогресс. Наконец-то на восьмой век твоей журналистской карьеры ты все-таки смог нормально писать рекламные статьи, посты. Хотя бы так. И давайте уже перейдем к обзору самой модельки. То, для чего, в общем-то, все тут и собрались. Все было бы неплохо. Мне оно даже вот нравится. То есть, она выполнена неплохо в данный момент. Но где колеса? Неужели машина просто будет скоблить по асфальту вот так? То есть, во все стороны будут лететь искры. И мы будем наблюдать за тем, как машина просто не едет. Серьезно. И вот такую машину, наверное, можно будет даже выбить в каком-нибудь донатном кейсе. И она будет без колес. Почему? Зачем? Для чего? То есть, в самом деле Black Rush. Ну, серьезно, что ли, в самом деле? Почему машина без колес? И если она будет стоить тысяч, там, я не знаю, сто рублей, это на Black Rush такая валюта. Там, вместо вертов рублей. Потому что, типа, все русское, все классное, все крутое, все замечательно. Неужели машина будет без колес? Вы че, серьезно? Зачем? Кому это нужно будет? Для чего? Нафига? Не особо понятно. Друзья, ребята, вы как бы, ну, сами должны понимать, что, ну, как-то, как-то вот, когда машина без колес, это нехорошо. Она же должна ехать, типа, по всему вот этому вот полю, побережью, по всей карте, типа, а тут ее нет. Кстати, вот очень интересно, а Camry 3.5, она вообще присутствует на Black Rush? Я просто не знаю, по-моему, я не обозревал такую модельку. После клипа вот того самого исполнителя нужно было бы уже, наверное, выпустить и ту самую модельку Toyota Camry 3.5, чтобы она там была, и люди, допустим, там, водили промокод и могли там час, допустим, на ней поездить. Было бы неплохо, а так там просто, типа, Uncle Flex, как-то так его, по-моему, зовут, дядя Flex или вроде того. Он, в общем-то, просто зашел, поиграл там, оставил ссылку на Black Rush и никакого промокода на Toyota Camry 3.5 мы не увидели. Почему? Я не знаю. Но очень бы хотелось, разумеется, увидеть всю эту модельку именно вот в деле, в игре. Но тут, разумеется, обзор другой модельки Audi Q87, Q7, просто Q7. И, наверное, нужно посмотреть, что пишут люди по поводу всей вот этой вот модельки. Некоторые люди пишут, что она стоить будет больше, чем гелик, нафиг. А может быть и нет. Может быть и да. Вот, поэтому я не знаю. Но, типа, машина без колес будет стоить больше, чем гелик, серьезно? То есть, зачем она тогда вообще? Она хоть гонять-то будет вообще? Или она чисто по воздуху летать умеет или что? Не особо понятно. И хотелось бы, наверное, узнать весь тот вопрос. Если так будет нужно, я напишу ответственным людям. Если вам все это интересно, я могу написать. Люди, так сказать, рассмотрят все это. И, наверное, придут к выводу, что колеса к этой модельке машины лучше добавить. Вот столько комментариев под этим постом. Около 20, может быть, 30, может быть, там уже 40, когда я монтирую данный видеоролик. И никто не написал еще о том, что колеса отсутствуют. Однако, ладно. Я думаю, что на этом можно закончить. Типа, на модельке без колес. BlackRush. Ссылка на скачивание лаунчера в описании. Там же мой промокод хэштег ZDS. Там же мой никнейм Данила КПРФ. Вводите его при регистрации. Вводите промокод там после регистрации или во время. Тоже его надо ввести. Непонятно особо. Но, в целом, ладно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что в 20.00. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok